Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Как и обещал, сегодня поменяю китайское реле напряжения и объясню, почему я это делаю. Претендентами на установку являются два реле напряжения. Airbus D2 и Airbus MF32. О китайском реле и реле напряжения D2 у меня есть ролики на канале. Ссылки я оставил в описании. Там же вы найдете, где эти реле купить по минимальным ценам. Ролик о реле напряжения Airbus MF32 выйдет в ближайших выпусках. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Чем мне нравится китайское реле напряжения? Во-первых, у него много настроек, можно достаточно гибко настроить его работу. Во-вторых, у него есть защита от превышения тока. Оно страхует входной автомат от перегрузки по току. В-третьих, это реле реально отрабатывало плавное повышение и понижение напряжения в пределах установленного диапазона. Оно выключало нагрузку, а после восстановления напряжения включало. У него два индикатора, что позволяет контролировать напряжение в сети и потребляемый ток. Именно из-за этого я его поставил более полугода назад. Сам процесс установки я описывал в прежнем ролике, ссылка есть в описании. А теперь то, что мне в нем не нравится. Во-первых, во время эксплуатации оно три раза зависало. Это выглядело так. Реле напряжение отключало нагрузку, но отображало, что нагрузка включена. После этого оно не включало нагрузку автоматически. Единственная методика вернуть это реле к нормальной работе, выключить и включить в одной автомат. Если ты надолго уедешь из дома, холодильник разморозится и продукты испортятся. Ситуацию не спасла установка УЗИП. Последнее зависание возникало уже с установленным УЗИПом. Хотя может он зависает не от высоковольтных помех, есть помехи от сварки и отключения индуктивной нагрузки. Эти скачки могут и не достигать 385 вольт. Это напряжение срабатывания данного УЗИП. Но на работу электроники в реле напряжения это может сказываться. Во-вторых, инструкции к реле напряжения сказано, что оно работает в диапазоне до 300 вольт. Но напряжение в сети в момент обрыва нуля может достигать 400 вольт. Я писал об этом производителю. Мне ответили, что данное реле напряжение при напряжении в более 350 вольт просто сгорит. В-третьих, у этого реле напряжения минимальная скорость срабатывания одна десятая секунды. Сейчас существует реле напряжение с более высокой скоростью срабатывания. Для меня было бы более желательно установить реле напряжение Airbus MF32, так как оно обладает большим функционалом и тремя индикаторами. Это напряжение сети, потребляемый ток и потребляемая мощность. За это я его и заказывал. Но к сожалению, оно сейчас в щит просто не влезет. Оставлю его до момента, когда я буду делать капитальный ремонт электропроводки и буду устанавливать дополнительный щиток снизу. Видео об этом реле напряжения ждите на канале в ближайшее время. Сейчас я буду устанавливать реле напряжения Airbus D2. Оно выдерживает напряжение до 420 вольт. Обладает большим быстродействием 0,04 секунды. Но на нем есть только один индикатор, показывающий напряжение в сети. Защиты от повышенных токов у него нет. Подробнее о нем я рассказывал в другом ролике. Ссылка на него есть в описании. Сам процесс замены реле и перекручивания проводов. Я пропустил. Новое реле я уже установил. В данной схеме фаза уже на контакте слева, так как в реле напряжения D2 Соколевка другая. В остальном схема подключения такая же, как и у китайского реле. Правильное подключение принципиально важно, так как реле напряжения отключает только фазу. Тут собрана схема для 4 контактного подключения реле. Нулевой провод тут проходит транзитом. Существует еще 3 контактный способ подключения данного реле напряжения, где один из нулевых выводов реле подключен к нулевой шине. Такую схему подключения для данного реле я уже сделал в другом ролике. Ссылка на этот ролик есть в описании. Включаем схему. Реле напряжения проверяет напряжение в сети и включает нагрузку. Как настраивать это время задержки, какое время ставить, как установить диапазон защищаемых напряжений и в каких пределах, я уже описывал в другом ролике. Ссылка есть в описании. У меня же эти значения уже настроены. За счет внутренней энергонезависимой памяти эти значения сохранились после прежней настройки. Буду уже наблюдать за этим реле напряжения. Особенно интересно, будут ли зависания этого реле. Если они будут, я об этом напишу в закрепленном комментарии к этому ролику. На канале будут и другие ролики по реле напряжения и другим тонкостям электрики. Подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. Свои вопросы и свой опыт работы с реле напряжения пишите в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых видео.